В Полевском, в четвертом часу пополудни, то есть посредь бела дня, в тихом мирном дворике под стенами пятиэтажки на Елунина 16, что в северской части города, пилот газели водовозки хладнокровно раздавил 80-летнего дедулю, очень неспешно гулявшего по двору. И что самое страшное, даже не заметил самого факта автоубийства. В общем, дичь дичайшая. Вот был человек и нет человека. 80 лет старик прожил, великую войну пережил, оттепель, застой, перестройку их, да что там, лютые 90-е пережил, до Пасхи дожил. И вот так вот на ровном месте, в мирном городе, посредь бела дня погиб на прогулке. Декорация такая. Дедок в четвертом часу пополудни вышел из дома подышать свежим апрельским воздухом и медленно-медленно брел по дворовому проезду. Кто-то скажет, ну типа проезд, он ведь предназначен для машин. Но, во-первых, все остальное пространство заметено толстым слоем осадка и больше гулять, в общем-то, негде. Во-вторых, идя по дворовому проезду, пожилой пешеход был вправе рассчитывать на то, что пилоты немногочисленных машин, заезжающих в тихий дворик, очерченный периметром пятиэтажек, заметят его и объедут. И, походу, дедок на это слишком заложился и полностью отключился от окружающей реальности. А может, у него слух, 80 лет был уже не очень. В общем, он не услышал, как к нему, сдавая задом от 17-го дома к 15-му, подкатила газель-фургон, нафаршированная бутылями с питьевой водой. Пилот-водовоз, двигаясь задом, то ли совсем не смотрел в свет мой зеркальце заднего вида, то ли дедок попал в мертвую зону и в зеркале был не виден. В общем, рулевой газели не заметил медленного пешехода и снес его кормой фургона. После этого водовоз, как ни в чем не бывало, достал из фургона две бутыли воды и понес их в пятиэтажку на Илунина 15. Вернулся обратно с пустой тарой, забросил ее в фургон и спокойно уехал. А мертвый дедушка остался лежать на хладном апрельском асфальте. Не, ну 30-летнего водителя газели гаишники, конечно, очень быстро нашли. Машина у него оказалась технически исправная, сам он был трезвый и просто не заметил медленного пешехода и убил его. Но опять же, вину дедушки невозможно не заметить. Если у тебя плохой слух и ты не можешь услышать подкрадывающуюся сзади машину, так ты не ходи по дворовым проездам, по которым ездят ТС. Поэтому трагическому случаю на ровном месте гаишники проводят проверку. Ну а в остальном, конечно, судьба. Человек 80 лет, наверное, уже подумывал, как бы так завершить земной путь естественным образом. Водовоз не позволил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова